Друзья, всем салют. Рубрика с тачками. У меня, к сожалению, не зашло. Но это не об этом. Давненько на моем канале не было роликов. Съели все меню. Поэтому Чайхана огромнейшая сеть просто по всей России. Мне кажется, она должна где-то за пределами есть. Не шаришь? Думаю, да. По-любому. Ребят, съели все меню в ресторане Чайхана номер один, потому что разные есть названия, разные учредители, разные, короче, директоры, разные вообще. Ну, в целом, короче, Чайхана, знаешь, такое имя нарицательное. Мы берем на Чайхану номер один, самую топовую, самую дорогую, родную, там 600 рублей за 80 грамм люля-кебаба. Ну, это норм. Но если он вкусный. Я в этом, нет, я верю, что он вкусный, но, братан, цена, качество, должно, ну, просто, ни одного хрящика, ни одного просто, вот, все должно быть с иголочки, родные. Съели все меню, Чайхана номер один, пристегивайтесь, заправляйте ваши чайнички, да, готовьте чай, кофе, бутерброды, в общем, чтобы все было вкусно, вам приятного аппетита, с вас лайк, друзья, и подписочка, а мы начинаем. Наши гости на сегодня кузен, человек, который шарит за восточной кухней, братан, скажи, как так получилось? Брат, ну, была жизнь тяжелая, был тяжелый период, пришлось 10 дней пожить в Ташкенте, но, но вот эти 10 дней, понял, 10 дней пролетели максимально с кайфом, потому что я попробовал все, как я оказался, там, брат. Пантерыч здесь, человек, который сейчас набирает потихонечку форму, я знал, что ему надо вкусно и правильно кушать, не fast food, родной. Рад тебя видеть. Рад тебя видеть. И последний, выживший из фодоганга на канале, потому что братишки потихонечку уходят. Я всегда с тобой, мы с тобой начинали это дело, мы с тобой YouTube начали, вместе открыли. Чего, блядь, теперь вместе закрываем. С кого начинали, с кем начинали, вообще человека три раза в моих роликах видел и то, блядь. Все меню ресторана, чеха номер один, мы будем пробовать вместе с вами. Ребят, давай обозначим сразу, вкратце, потому что мы пробуем именно восточную кухню, здесь есть типа пицца, но брать пиццу бессмысленно, я так считаю. Конечно, брат, конечно. Все, я рад, что вы сразу солидарны и полностью согласны. Друзья, подписывайтесь обязательно на каналы, ребята, они все ведут телеги, они все ведут ютубчики, инсту, поэтому обязательно подписывайтесь. Меню достаточно обширное, много-много салатов, много закусок, много-много всего вкусного. И, 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 и. Как всегда, ребята, назовем все меню, ну конечно же, ребята, мы не будем пробовать прям все меню. Ратан, ну зачем тебе пробовать очичук? Вот объясни. Подожди, стоп, я тебе объясню. Смотри, очичук, очичук это узбекский салат. Так, к плову. Давай попробуем, может быть, что-то колоритное. Но нет, давай мы сейчас закажем, блядь, цезарь, капреза, греческие, которые в столовке можно заказывать. Ратан, когда-нибудь заказывал цезарь просто вместе. Нет, когда-нибудь я буду на своем канале и я закажу очичук. Да, да, да. Смотри, салат ташкент. Как будто бы я лучше заказал бы ташкент, чем очичук. Братан, я тебе говорю, вот я хочу очичук. Ты будешь хотеть, после того, как мы тогда снимем. Я говорю, мы берем салат лоза, мы берем салат русский, берем салат ташкент, мы берем... Пиздец. Русский. Матера берет. Просто брать цезарь здесь, ну это не имеет смысла, я тебе отвечаю. Я думаю, что пиццу надо попробовать. Какая здесь пицца? Одну просто возьмем и все. Зотман? Ну одну нет, не возьмешь? Зотман, я не ел никогда, это кто? Зотман это новый опорник у нас. 25 года, блин. Зотман Фридрик, блядь. Мы возьмем максимально все, шашлыки, супы, салаты, нарезки, холодные и горячие закуски, в общем все. Поэтому сейчас вы увидите, что мы возьмем, мы пока что делаем заказ и ждем наше блюдо. Что, вы готовы, нет? Да. Итак, у нас есть, значит, закусочки, хоровац. Здесь, значит, это холодная закуска, пацаны, то есть хлебчиком. Вот так, хап, зачерпывайте, едим. А салат ташкент тоже с этим выглядит, честно, прикольно. Я прям вот хочу налететь на него. Я думаю, это пантерия как раз, правильное питание. С мазиком, блядь, то, что надо. У нас есть такие тарелочки, ребят, мы расфасовываем салатик, съедаем, делимся впечатлениями. Естественно, давайте тоже не тормозить, то есть бобырику. Раз, раз, раз. Себе накидали. Хорошо, пап. Да, дальше передали, быстренько едим. Не забываем делиться впечатлениями и мнением. Эрчик, острый краду у вас один, если вы не против. Слушай, ну я не очень люблю вот эти майонезные салаты. Обожаю, братан. Лук-фри, яичко, мясо. Очень вкусно. Я майонезный вообще салат обычно не ем, но вот это реально вкусно. Вот это. Лук-фри, яичко, майонез, вообще топчик. Не, ну, кстати, для майонезного салата реально топ. Не, брат, я вообще майонез не переношу. Майонез, яичко. Реально? Я вообще майонез уже лет десять не ем. Но вот тут реально вкусно. Да? Лук-фри, майонез, яичко. Да, я мог стоить и не буду. Вкусно. Вот здесь вот я прочитал, что есть баклажаны. Я в целом вообще баклажаны не очень ем, хотя у меня семья именно баклажанников. Вот это вкусная штука. По такой логике ты грибов ешь? Что ты несешь-то вообще? Не можешь? Выбираю из двух салатов. Что, мы второй? А, вы уже съели второй? Да, вместе. Огурцы, говядина. Все вкусно, мягко. Вот эта кинза сверху дает реально какой-то такой свежести. Но я выбрал бы с майонезом. Чуваки, я люблю салаты с майонезом. Вот все, вот. Я бы зеленый выбрал. Зеленый выбрал? Да, я бы тоже, я бы зеленый. Если бы в Ташкенте жил, я бы вот ел его каждый день. Я бы майонез наел бы и мне по***. Что это? Братва. Как шаурмичка, да? Когда мы на сборы в Турции, за этот перчик именно идет, понял, бойня в саловке. Прям вот так вот его кастрюлями себе берем, накладываем. Чувак, какой пелец. Бля, мне тоже. Кстати, вот это мне очень сильно понравилось, реально вкусно. Да. Что это, баклажанники, да? Ну там типа смесь овощей, как я понял, просто. Знаешь, как закрутка бабушки. То есть всего прям зеленый салат прям вообще топ. Да? Да. Закуска норм. Вкусно. Закуска норм. Наверное, по-моему, да, рублей 500 стоит. Чувачок. А чучук за 500 вас не смущал? Меня смутило. Это помидоры, просто помидоры. Это вот, человек, 10 дней жил в Ташкенте, я тебе советовал. Меня вообще не смущал. Я же плачу. Так, закусочки у нас уже потихонечку уходят. Чуваки, вот смотрите, ребят, все думают, да, что футблогерство там так легко, это здорово, но мы голодные. Мы делаем подсъемы каждого блюда. Звук вылетел, сори. Смотрите, тот стол просто. Друзья, я хочу делать подсъемы, я хочу напасть, а тот стол. Нельзя, нельзя. Знаешь, что объединяет такие команды, как ЦСКА, команда Тодротс? Конечно же, наш главный партнер. В закрепленном комментарии в описании будет ссылочка на мой телеграм-канал, куда ты обязан подписаться, где ты можешь забрать до 15 тысяч подарок от моих друзей. Ссылка в описании, склоны комментарии. Переходи. Принесли кебабчики, пока они остыли, мы решили сразу с них начать. Итак, где сказали три лучка? Это баранина, то есть здесь шаш из баранины, шашлык бараний, люля-кебаб бараний, куриный люля-кебаб. Не знаю, чего он может удивить. Потому что он один. Ну, просто значит, он лежит один-одинешник беленький такой. Здесь у нас телятина. Тоже шаш, это то есть кусочки мяса, а люляшка, это понятно дело, что это фарш. Закуски, пацаны. Утиная грудка. Так, если ошибусь, не обессудьте. Козы. Вареные конина, говядина, язык, вяленые конина, тоже козы. Поэтому горчичка, пацаны. Потихонечку налетаем, пробуем и, соответственно, делим впечатление. Да нет. Я телятину первую пробую. Ну-ка. Она подостывшая, но все равно она очень мягкая, очень вкусная. Давай так, если мы сравним цена-качество, цена вот этих люляшек и шашек шашлычков маленьких от 500 рублей за 80 грамм на палочке. Тут, как бы, каждый сам для себя решает, я считаю, норм это или нет. Для меня это дорого. Но это не дорого, но тут вкусно все равно. Телятина очень нежная и вкусная. Да, телятина. По вкусу побежит. У меня сейчас, ребят, у меня в тарелке и курица, и говядина, и баранина. Честно, очень вкусно. Очень вкусно. Но по цене... Да, но мясо реально идеально. У меня есть два критерия мяса. Это Арчи готовит на сборах, когда мы были в Дмитрове, и вот тут. Как будто максимальная шкала, а у Арчи где-то внизу. Чуку? Чуечку, значит, братан. Обычно хачапури по-аджарски. Тесто готовое достаточно плотное. Здесь слоеное тесто. Это какой-то круассан с яйцом, нет? Кстати, да, на круассан похоже. Не хачапури, короче. Давай, мне кажется, все будут. Братан, ты будешь? Да. Да. Для тех, кто любит слоеное тесто, выпечку, сыр, это очень вкусно. Да. Я съел жопу без яйца. Если выбирать между обычным и вот этим, я выбрал бы слоеное. Это очень вкусно. Да, да, да. Это очень вкусно очень вкусно. Но интересно, может ли это называться хачапури? Да нет. Как будто бы нет. Но будто бы вкуснее хачапури. Курассан с яйцом. Ну да. И сыром. Кутабики подъехали, друзья. Это не может быть невкусно. Помимо, когда тесто жарено, сковородочки с сливочным маслом смазано. Зелень, сыр, зелень, телятина баранина. Короче, я уверен, что это будет супер вкусно. Но мне, знаешь, хочется узнать, сколько это типа по бабкам стоит. По цене, сколько это стоит. Потому что... Я не смотрю на цену. Да. Потому что они по 300-400 рублей. В целом, вопросы по этому могут быть. Потому что они, во-первых, очень тонкие. Но я думаю, это именно фишка блюда самого. То, что оно не должно быть толстым. Типа это не пирог, а именно... Не знаю, как это назвать. Слоеный, тонкий. Какой-то блин. Ну, как блин. Типа, да. Устал. Курсану кутабику. Вот такой мацони приятнейший. Поэтому, бацаны, приятного аппетита. Это не на ***. Это очень вкусно. Вот я первый укус мяса взял, это вообще ***. С мясом топ. Вот зеленью, братан, слишком много прям зелени. Вот именно будто ты просто жуешь зелень. Это какой-то прикол в восточной кухне, нет? С мясом очень вкусно, потому что баранина прям чувствуется. С мясом идеально. А что если замиксовать вот типа вот два разных отрезок и сразу съесть? Помидоры вот и мясо. Кстати, возможно, это будет первый ролик, за которым мы реально все съедим, понял? Все съедим. С мясом и с помидоркой сложить вместе съесть вообще просто пушка. Так, добиваем вот это. Ребят, я думаю, что никто даже не занимается в том, что мы реально съедим сейчас все. Шурма такая вот выглядит, конечно, так себе. Ладно, переходим к следующему. Итак, три супчика. Кто вот что вообще хочет? Я хочу харчо. Я тоже что хочу. Че хочешь? Я хочу все, кроме харчо. Вы можете разделить харчо между собой, я два съем. Давайте скинемся, кто что выбирает. Раз, два, три. А теперь выбираем с тобой, я тоже скидывался. Да ты же... Ты же хочешь? Не-не-не. Не-не-не. Давай. Не вот это. Все, братик, окно до заявки ты пропустил. Знаешь что, я логман люблю, просто он очень сытный. Я хотел лучше, чтобы мне место еще вместилось на другие люди. Логман дай. Да, да, пожалуйста. Пока люди тут едят супы, я взял себе манты. Я думаю, две штучки съем и вам по одной оставляю. Что-то долго. Что там печатается, зритель? От хинкали ничем не отличается. Вот именно по вкусу. Ну, соус. Типа, в хинкали там есть бульончик здесь, типа, в целом. Ну, тут тоже бульончик есть. Да? Да, тут тоже бульончик есть. Ну, вот про харчо я бы не сказал, что это вот, не знаю, то харчо, которое я привык есть где-то. Как будто оно потоматнее, чем обычно, я не знаю, ну, непривычный вкус. Я не могу сказать, что невкусно, просто непривычно, не знаю, какое-то оно другое. Вот, наверное, манты меньше всего меня, ой. Ну, да, больше всего меня разочаровали, вот. Типа, я думал, что будут вкуснее. Так, ладно, контроль качу. Они просто немного прохладные уже, не горячие. А так, вот, манты, как манты, вот, просто база именно дефолтная. Так, у меня лагман родной. Я так и говорил, что он максимально сытный, здесь бульон очень сильно наваристый. И когда, знаешь, ты только-только пробуешь его, прям такой поток каких-то специй, прям куча, знаешь, так сразу плынуло в рот. Но если бы я, допустим, брал это блюдо, я брал бы одно. То есть я не брал бы еще какие-то закуски, второе, потому что реально это очень сытно. И, блин, очень калорийно. Прям вот жирочек сверху на бульончике прям плавает. Но это очень вкусно, реально лагман, прям топ. Шурпа, знаешь, это просто максимально домашнее какое-то блюдо. Просто тут вареное мясо, картошка и все, и все остальное, не знаю, что-то зелень, лучок. Восточный раман, да, такой? В целом вкусно, но это не может стоить 800 рублей. Я вообще не могу понять, как это так дорого стоит. Видно, если честно, рублей 400. Обычно есть супчик, как будто есть бизнес-ланч. Сейчас мы быстро добиваем супы и уже идем к плову. Я обожаю плов. Итак, гвоздь программы – это плов. Я плов обожаю. И самое что классное, что в меню всегда есть какие-то допчики. То есть есть долма, которые прямо на тарелку тебе кладут к плову. Но мы просили отдельно, чтобы, ну, показать вам, соответственно. Салат, просто овощной, чеснок. Вот это что? Взял себе айчичук. Айчичук-чучук, пацаны. Знаешь, что? Интересно, вот именно, которое целое блюдо айчичук, там он стоит 500 рублей. И там помидоры, если будут такие же, как будто это обычные помидоры. Знаешь, типа не бакинские, там, не розовые. У нас нет, есть долма. Я долму, честно, не люблю. Я один раз в жизни пробовал долму, когда был мелкий, невкусную. А у Аршки не пробовал на даче? Нет, это вот я как раз просто стал есть. Да? Да, с этого момента я, кажется, долму прямо вот что-то не котирую с соли. Кто-то будет долму пробовать? Да. Да, я обязательно попробую. Я один раз ел, у меня был школьный друг, дагестанец. Мы один раз зашли к нему в гости. Мама сделала его просто топовую долму. Это вот единственный раз, когда я ее ел. Вяли на письме, да? Нет, не острый. Поначалу вообще нет. А потом? Чувак. Долма, кстати, топ. Долма прям очень вкусная, мягкая, прям там фаршик такой. Что по плову-то? Очень вкусный. Плов топ. Я не очень люблю баранину, тут она как-то идеально приготовлена. И она не отдает, знаешь, вот иногда баранина воняет. Тут вообще такого нет, я даже не понял сначала, что это баранина. Так что в итоге вот этот первый плов, это с чем? С бараниной? И все, базар. С бараниной самый вкусный, мне кажется. Короче, плов реально вкусный, но минус того, что он немножечко подостыл. Если бы он был прям горячий, то это было прям вообще топ. Уже чувство насыщения пришло. Уже кайфа меньше и меньше с каждым разом. С каждой ложкой, с каждой вилкой. Это вот самая нелюбимая моя стадия. Ну, слава богу, одно блюдо только осталось. Все, уже не так весело. Ты наелся, тебя прибивает еда. Это острый перец еще и этот. Острый перчик нормально лег, с тебя говоря. Шаурма осталась. Пацаны, я не Асиль. Я вот картошечку доедаю. Картошка очень вкусная, с тебя говоря. Кто сможет съесть картошку, кстати. А вот такой УЗМ хотят. Ты знаешь? Нет, один укус я сделаю. Так, брать, чек пока мы добиваем. Чек, чек, чек. Очень приятно. Скидка 20%, дневная. Скидка 3,200 родной. Чек вышел на 16 тысяч. В месяц скидка получилось 12,400. Адекватно. Очень кайфно. Ммм. Обожаю в последнее время грейпфрут. Вообще топ. Я обожаю манго, но это прям с грейпфрут идеальное сочетание. Просто лучше. И вот сейчас на плюс вайбах именно едем шаурму. Это с маракой, да. Там нет манго. Ну прям вот дефолт именно. Ну на самом деле реально много как будто майонеза. Плюс огурцы. Огурчики лишние. Типа количество они норм, но их много здесь. Мясо вкусное. Мясо вкусное. Ну наверное да. Мясо не вкусное, но с остальным переборщили. Короче из последних блюд самый вкусный это лимонад, грейпфрут, маракуйя. Чаевые мы не забываем ни в коем случае, ребят. Всегда чаевыми награждаем. Если понравилась еда, еда понравилась, да? Ну типа в целом. Вот из 10 какого цвета вы ставите? Для обслуживания хорошего. Да. Обслуживание топ 100%. Обслуживание вообще 10 из 10 я поставил бы. А вот ресторану наверное 8,5. Да, это тоже наверное 8,5. В счетом цены 8. Да, потому что лиле кебаб за 80 грамм 160 рублей, наверное, дороговастенько. А так в целом, чуваки. Все вкусно. Респект. Я считаю, что мы съели практически все меню кроме шаурмы. Но реально не лезет. Ну шаурма такая. За шаурму вот цель поскину. Не, я бы ее съел на самом деле. Если бы мне понравилось, я бы доел его сейчас. Но просто реально очень много майонеза, огурцы вообще не в тему. И еще и холодно. И еще и остыло, да. Спасибо большое, что очень понравилось. Типа прям топчик вкусно. И вы вообще большой молодец. Спасибо, Огару. Спасибо за детство. Спасибо большое. Я просто все это весь вид не подавал. Да? Спасибо большое. Не знаю вас, кто вы такие. Респект. Спасибо большое. Очень классно, спасибо большое. Резят, всем спасибо за просмотр, всем, кто нас смотрел. Надеюсь, что вы не подавили слюной, а просто кайфали вместе с нами. Пишите, ребята, в комментариях. Для меня обычно, знаете, это прям огромнейшая дилемма, что снять в следующем. Какое кликбейтное место? Фрайдис. Так. Фрайдис, сабвей. Креветки в маке съесть. Кто больше съест? Кто больше съест чего, креветок? Окей, может быть креветок. И еще вы просили новогодний стол. Типа оливье, крабовые, святка под шубой, мандарины. Вот такой вариант. На хате, да, чисто соберемся? Оставляем. Судейку можно снять, можно позволить. Черная куру. Оууу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok